Обращения в систему народный контроль приходит достаточно много. И вот надеется, это уже с 2012 года, и за этот период более 170 тысяч заявок пришло. И по 60 категориях граждане могут подать свои заявки. И вот как раз среди 60 категорий есть категория, посвящена коррупции. Может быть не так много, если исчислять в целом, например, по дорожному хозяйству, там десятки, 11 тысяч обращений или по благоустройству территории. Но тем не менее, десятки обращений приходят в систему по проблемам, например, коррупции в образовательных учреждениях, дошкольных учреждениях, в системе здравоохранения, в жилищно-коммунальной сфере. И граждане сообщают, ну понятно, что если говорить о образовательной сфере, то прежде всего это касается сбора средств с родителей. У нас были примеры, когда по набережным челнам показания, например, родители сообщали о том, что собирают деньги на краску, на бумагу, там для того, чтобы рисовать туалетную бумагу и так далее. Поэтому эта система только отличается категорией тем, что гражданин, подав эту заявку, только он лично может увидеть данную заявку и как идет реакция со стороны власти. А обычно, значит, модератором данной категории является Министерство внутренних дел и результаты рассмотрения данного обращения. То есть, если, например, по системе благоустройства территории любой гражданин может зайти, даже поддержать данную заявку или вернуть ее в работу, то по системе коррупции, например, дошкольных учреждений может увидеть только сам заявитель. То есть она закрытая. У нас несколько видов категорий, которые закрыты. Вот среди них как раз и коррупция. А какие еще категории закрыты? Да, еще нет. Есть, конечно, есть категории закрытые, такие как, например, незаконное изготовление алкогольной продукции, далее, или продажа алкогольной продукции. Есть категория по проблемам терроризма. Тоже это закрытая категория, где граждане, только подавшие заявку, могут увидеть ее и исполнение, и непосредственно движение дальнейшее при рассмотрении тех или иных обращений. Татаринформ. 27 лет мы делаем новости. На русском и татарском языках. На любых мобильных устройствах. Новости. События. Подробности.